Мои хорошие, всем привет! Блин, пишут, что только можно 40 минут снимать. Я снова с вами, опять под вечер. Вот, я сейчас вам покажу... Не покажу, короче, просто продемонстрирую, скажем так, то, что я купил. Потому что дома еды вообще нет, закончилось просто всё. У меня в холодильнике остался последний вот этот кусочек, не кусочек, а последний пакетик мяса, которое мне ещё привозила Ирина из Зеленограда. Вот, и вот эти вот какие-то наггетсы остались. Вот, у меня даже ни хлеба, ни молока, ни яиц, вообще ничего нет. Поэтому пришлось сейчас купить, зайти в ленту. Давайте посмотрим. И я сегодня ездила вот с этим своим мешочком любимым, который такой вместительный. Вот, и купил всё, что купил. Итак, показываю. Сюда я положила всё самое тяжёлое. Вот такой сок. Да, у меня жрать нечего, но сок делать святое. Просто потому что я сейчас много пью, ну, просто жидкости, и много пью воды или чая. Бывает, хочется что-нибудь такое, я давно реально не пью каких-нибудь соков, поэтому купил себе сок. Купил себе, ля, кипец. Всё, это просто, если я поем, это скумбрию лентовскую, такую вот, ну, какая разница. Рыба, она есть, либо две упаковки. Она была по скидке, стоила 100, 100 с небольшим рублей, 160, что ли. Вот, и я думаю, блин, тем более я так люблю скумбрию. Вот, моя цель была, на самом деле, купить какие-нибудь сосиски. Не знаю, не помню, вкусные, невкусные вот эти сосиски. И вообще, я сосиски особо не люблю. Ну, точнее, я люблю какие-нибудь вкусные. Ну, вот, например, там типа ядрёно купить, да, или там ещё какие-нибудь сливочные. Вот, но я не знаю, не всеми сосисками нравятся. Дальше взял, наконец-то, себе молока. Вот, тоже, я в основном всё брал по скидке, то есть, по скидкам. То есть, например, если я прихожу там в какой-нибудь отдел, вижу красную цену, думаю, всё, надо брать. Взял вот такую вязанку, колбаску. Вот, мне что нравится, мне кажется, вот эти колбасы, это настолько ненатуральный продукт. Ну, вы сейчас все согласитесь, конечно же, со мной, потому что вот эта колбаса у меня может лежать месяцами. Ну, если её закрыть, естественно, чтобы она не проветрилась, так, не выветрилась, ну, края не обветрились. Но вот она, знаете, вот есть такая русская колбаса без жира, тоже докторская, огромный кусман. Ну, начинает какой-то слизью покрываться. Это признак того, что как бы уже её пора либо выкинуть, либо пожарить и сожрать. Вот, и этой, блядь, ничего не делается, она может лежать веками, мне кажется. Вот такое масло купил. Вот, дожили, блядь, показываю. Зашёл в кулинарию, взял себе несколько кусочков пиццы, 4, что ли. Вот, потому что мы вчера, когда с Наташей гуляли, я очень хотела кусочек пиццы взять. А что она? Харь, что ли, будет? Вот, да. В общем, решил взять. Всё-таки, ну, естественно, свой любимый Донисима. Я, на самом деле, молочку не хотел, ни сырков, ни йогуртов, но он просто был очень по скидке, прям очень-очень. Я решил, думаю, я взял два с бананом, фу, блядь, с бананом, с бананом, вот, два с киви и два вот с бананом в карамели и кофе. Мне что-то понравилось вот этот такой кофейный вкус у этого йогурта. Так, из рюкзака я всё вытащил. Я был у Ирины Евгеньевны в гостях. Вот, занимались мы вокалом. Хочу сказать, что, конечно, жду я исхода какого-нибудь такого, знаете, неприятного там, потому что во время пения, ещё вчера, на самом деле, у меня, когда я побежал на лазер, ну, потом вот мы встретились с Наташей, и во время того, как я побежал, у меня всю носоглотку высушила так, мои хорошие, что, помните, я ещё даже к вечеру сказал, что такое ощущение, как будто я заболеваю. Потому что я шёл вот здесь у себя по району, не на станцию, а на остановку, я понимаю, что у меня всё высохло. Я говорю, Миша, ёб твою мать, куда ты несёшься? Остановись, иди спокойно. Потому что от быстрого хождения у меня, я же дышу только носом, и от быстрого хождения у меня начинается всё пересушиваться. Естественно, пересушивается здесь и опускается вниз на гланды. И, конечно, я сделал ядерную такую себе для горла, для носа, для носоглотки процедуру. То есть я, по-моему, утром ещё даже дышал кварцевание, я купил себе фурацелин, брызгую мерамистином, брызгую люголем. То есть, по сути, на здоровое горло, которое ещё даже не... Но оно уже... Ну, вот эти неприятные ощущения першения, оно уже начинается. И, по сути, я задавил вот это, просто агрессивно задавил, потому что иначе я снова разболеюсь. И, как бы, вроде более-менее нормально, хотя сегодня я проснулся разбитым, это такой же признак. То есть, если я просыпаюсь с утра разбитый, не в настроении или там сонный очень, то это признак того, что у меня вот где-то, где-то болезнь уже начинает, потому что всё это давит на иммунку, всё это давит на общее состояние. Ты такой немножко разваленный. Вот, и приехав сегодня к Ирине Евгеньевне, во-первых, с непривычки ещё, я же давно не пел, вот, я, короче, начал чувствовать, что, блин, сейчас я напоюсь, как бы мне ещё хуже не сделалось. То есть, я и так вчера хуевертился. Вот, и как бы мне ещё хуже бы не было, да. И во время пения я, конечно, постоянно пил, пил воду. И, знаете, блин, такой свет, конечно, хуёй. А то сейчас опять какая-то пизда мне напишет в комментариях, что я панда. Ну, я, знаешь, я панда. Вот. И мы пели много. И с непривычки... Не знаю, Наташка звонит. Сейчас я дозаписываю вам видео, я ей позвоню, Наташа звонит. Потому что мы все договорились созвониться. Но я всё-таки дозапишу, Наташ, прости. Я позвоню тебе сейчас, минут через десять. Вот. Если, конечно, она сможет... Вот. И, короче, я просто очень переживала, что если я, честно, поюсь, у меня ещё хуже будет. Я с собой взял милиместин брызгать. Пока ехал до Ирины Евгеньевны, тоже постоянно что-то рассасывал. Что-то, ну, воду пил. Потому что всё равно даже сейчас вот уже в таком состоянии я иду спокойно. У меня пересыхает. Ребята, отчего я... Я не знаю. Мне кажется, это должно уйти так же, как пришло. То есть из ниоткуда. Вот. Смотрите, я вам показывала или нет. Такую я классную шоколадку купил в этой. С темы на темы. Но я сейчас продолжу. Просто она лежит у меня вот так. В Салихарде, в Ноябрьске уже, в КБ, в красном-белом. Она прям реально из Румынии. То есть наклеечка, видите? И такого вкуса... Вот сейчас я в Ленте ходил, в Ашане ходил вчера. Я не нашёл такого вкуса. Классно вообще. Мне очень нравится с вафелькой и с овечками. Это лежит. Вот. И, короче, я... Вы знаете, во время пения мне, конечно, было тяжело ещё почему-то, потому что я давно не пел, сами понимаете, да? То есть как бы я очень давно не занимался. И я постоянно пил, брызгался. Я не знаю, наврежу я себе этим или нет. Но вот когда мы закончили заниматься, я пошёл, попил чаю тёплого. И сейчас у меня немножко отпустило. И нет такого состояния. Я не могу без пения, я хочу петь, я хочу много петь, мне нужно петь. Вот. Но я не могу из-за этого. Но Елена Евгеньевна правильно задала вопрос. Она говорит, вот ты пел на службах в Иванове, у тебя же были частые службы. Я говорю, да, но у тебя такого не было? Я говорю, нет. И потом я искал, говорю, я здесь постоянно бегаю. От того, что я быстро иду, у меня начинается пересыхание. Может быть из-за этого, может мне как-то поспокойнее ходить. Честно говоря, не знаю. Я даже догадываться не буду, я просто буду за собой очень бережно следить. Постоянно буду на лекарствах, во что делать, на витаминах. И пока не пройдёт. Тут два исхода. Либо, блин, у меня всё это привыкнет организм к этим всем препаратам. И уже просто ничего работать не будет. Либо у меня просто всё вылечится в какой-то прекрасный момент. Я не знаю. Но я пока на подсосе всё время. Короче, вот. Давайте сейчас уберём вот это всё в холодильник. И... Я... Что это? Кстати, Наташа меня вчера угощала очень вкусным. Чизкейком она сама делала. Он очень вкусный, потому что он... Знаете, как пломбирное мороженое она сама его делала. И она мне дала... Сейчас я вам даже покажу. Надеюсь, он не стук, потому что он всю ночь пролежал. Или не всю ночь. А может, всю ночь. Пролежал на столе. Это норвежский сыр. У неё просто родственница живёт в Норвегии. Вот. Ну, близкая там. И это норвежский сыр. Он такой... Тёмный. Нет. Ой, вкус не пахнет. Вот такой вот. Он очень нежный. И вы видите, из-за того, что вот он такого цвета, как топлёное молоко, у него и вкус такой уж, как топлёного молока. Он очень манкий такой. Сладко-солёный. В общем, офигенный. Блин. Катю бы тоже угостить. Но я думаю, что он не долежит. Хотя я скоро уже домой. Недельки через две-три. Потому что у меня день рождения уже. Вот у меня вот такие наггетсы лежат. Вот такие наггетсы остались. Я хочу их приготовить. И вот последний пакетик с курицей, который мне... Видите, какая прелесть. Который мне Ирина Зеленограда привозила. Подождите, как она у меня. Ну ладно, сейчас я доберусь. А, сейчас я всё уберу, короче. Ушки меня изменились. Блядь! Можно не падать? Ёб твою мать! Адекватнее, веди себя. Так. Масло, статистики. Будем пробовать, что на сосисках. Да, я на эти диагетника их пробовал. Просто я уже не помню их вкус. Рыбку. Рыбку не будем. Надо жрать, иначе завтра окуши не вставим. Блин, какой сыр вкусный. Он прям... Так. И вот этот пакет лентовский. Значит, здесь у нас, наконец-то, яйца. Можно себе и Юшинку сделать, или макароны с яйцами нажать. Или вообще чего-нибудь ещё. Я обычно из коробки вынимаю, кладу их вот сюда, на полку. Потом это сделаем. Это пакет. Дальше... Хлеб. Хлеб. Хлеб у меня обычно плесневеет, поэтому я не знаю, что с ним делать. Ну как, я его один-два дня держу здесь, а потом кладу в этот холодильник. Вот такие навицы я купил. Блядь. Вот такие навицы я купил. Сейчас я их в морозилку положу. По-моему, у меня ещё были навицы простые. Блядь, чем ещё питаться? Навицы я не умею готовить вот такие вот курицы, там, знаете, засолы разные делать. Я не умею. А вот. А чем они отличаются? Смотрите, как. Вот у меня есть вот такие старые, которые ещё лежат в наггетсе. Классические, куриные. А здесь наггетсы куриные хрустящие. Они же все хрустящие. И что это, что эти? Просто это единственный наггетс, который нормальный. Сейчас пью вот такой чай. Мне Сергей, ну нам вообще Сергей Николаевич, нашу церковь, которая звана. Он был в Крыму ещё год назад. Он привозил нам всем всякие интересные штучки. И у меня вот такой чай. Я сейчас его пью. Вкусный, обычный чай с мятой мелиссой. Хороший состав, потому что всё-таки из Крыма. Ну, понимаете, там благоприятные такие условия. Потом вот я вам показываю, вот этот хочу чай пить. Ну, надо как-то оздоравливаться. Я думаю, что они мне помогут, потому что я ещё много, как бы, пью жидкостей. И вот такой чай я купил в этом, в тайге, хотел сказать, в тундре, в этой, в которой мы были-то, в Ноябрьске. Нет, в Салихарде это я купил. Тундровый чай. Тут толокнянка, зверовой шиповник. Собран в экологически чистом районе Янал, Ямало-Ненецкому установленному, да, округе, в 22-м году. Вот, короче, будем пить. Я не поначаю вообще ни разу. Ну, а что, блядь, делать? Во-первых, это тёплое питьё. А тёплое питьё, это хорошо. Во-вторых, во-вторых, короче, мы-низ закончился. Я тоже мы-низная королева. Я могу его, блядь, толком есть. Сейчас у меня был вот такой, мистер Рико. Он там тоже был по скидке, но он был обычный, прованцей. А этот тоже с перепелиным яйцом. Только махеев. У меня мамка раньше махеев только жрала. Да, я купала. Дальше. Закончились у меня сегодня каши. Овсяные. Вот эти вонючие, которые в пакетиках. Фу, не могу я их есть. Я, короче, купил себе, которые надо варить. То есть, которые нужно на плите делать. Надеюсь, блядь, они вкусные. И надеюсь, что у меня получится сварить на этой плите что-нибудь. У меня были такие хлопья от этой фирмы. Вот эти. Сейчас увидите, я не прочитаю. Финская такая фирма. Но у меня были какие-то взрослые. А тут они тоже были по скидке, естественно. И они какие-то детские. Я подумала, наверное, они мягкие, супер нежные. Я решила взять оставшиеся две упаковки, которые там остались. Вот такая овсяная каша с машиной медведем и с тигром. Овсяная каша из отборных хлопьев. Вкусная петля. Одна минута варки. То есть, такая же херня, как и была до этого. Но. 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 Все-таки. Все равно ее надо варить. Тут варить не надо. В которой я вот в таких пакетиках ее высыпал. Залил и все. А я хочу вот варить. Вот. То есть, вкусный петляк без добавок, без консервантов. Слава мне, что здесь никаких добавок нет. Тут на грузинском, видите, флаг Грузии. Тут на казахском. И, короче. Ну, в общем, она от вот этой фирмы. Нили Парас. Парас. Хуезно, как это читается. Это финская компания. Короче, я взял последние две упаковки. Я потому что что-то в последнее время подсел на кашу. Помню, было лето, когда я жрала только кашу по утрам. Вот. Сейчас я себя заставила это жрать. Ну, потому что это невкусно было. А когда я покупал вот такие каши в коробках, почему-то они были вкуснее. Я их сам готовил. То есть, я их на воде готовил. Добавлял чуть молока, соль, сахар. Перемешивал. И она такая вкусная получилась. А вот эта с добавками, с фруктами из этих вот пакетиков. Какая-то она, блядь, помойная. Я взял две упаковки сахариков. Помните, которые мы с вами брали в магните, еще в Иванове, три разные. И что-то я так на них подсел. Но там только два вида в ленте. С чесноком и вот такие. Я взяла вот такие, потому что чесноком они не лезли. Блядь, последнее. Толстым меньше. 25 лет скоро. Я не знаю. Вот это вот взял. Помните, я тоже показывал в видео. Вот эти вот мармеладки, живинка, как она называется. Вот эти вот зелененькие-то, с арбузиком. Это новый вкус какой-то. Ну, по крайней мере, для меня. Со вкусом ананаса и вишня. Было тоже под скидки. Я решила взять. Еще есть слайм-кокос. Ой, ну что-то такие. Боже, пахнет. Давай, блядь, я брал. Химозно пахнет. Невкусно. У меня еще остались с этим. С арбузом. Вкусно. Химозненько. Как в детстве. Как будто херню какую-то в ларьке покупали. Короче. Химозненько. 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 А еще после улицы, знаете, ну, в моем руке всегда, да, там лицо, горло я вот еще полоскаю. И беру стакан воды. Блин, какой он красивый, да? Охуеть. Беру стакан воды и выпиваю, чтобы все вот из носоглотки, что на улице скопилось здесь, оно все прошло в желудок. В желудке все умрет в соляной кислоте. Вот. А здесь все идет в легкие. И в рот. Поэтому, когда приходишь с улицы, надо выпить стакан воды, чтобы все это говно ушло. Ну, и умыться, естественно. Мои дорогие, всем спасибо. Я обязательно добьюсь, чтобы выйти в эфир, чтобы мы с вами пообщались, потому что, ну, почему так? Все что-то... Грозятся закрыть. Все, что можно и нельзя. Но нас с вами это не пугает. Я, конечно, продумываю тот факт, что если вдруг закроет YouTube, у меня уже, я же тогда помните, дальновидность такую проявил, когда мне предложили завести группу ВКонтакте. Она особо, конечно, там, ну, не развивается, ну, потому что что там. Но, если что вдруг случится, мы передвигаемся ВКонтакте в эту группу и будем снимать уже там наши местные потрохушки. Ем сейчас вот эти кальмары, тоже так нравятся. Я очень люблю вот это все. Ладно, мои зайки, я пойду. Надо Наташеньке позвонить. У меня сегодня очень хорошее настроение, потому что я попел. Мы с Ириной Евгеньевной увиделись спустя долгое время. Наконец-то пообщались. Вот. И я прям так что-то выдох. И будем, короче, жить дальше, петь. Никакая болезнь нас не сломит. Вот. Поэтому. Блин, ну, были бы у меня подписчики какие-нибудь врачи там опытные, они, может быть, бы мне подсказали. Но опытным врачам что делать, что ли, нехуй сидеть здесь со мной в Ютубе. Да? Скоро вообще, не знаю, все от меня разбегутся. Вот. Видел комментарии, по поводу Вологды. Слушайте, я в Вологду не поеду, потому что у меня концерт в норвежском посольстве. Мне нужно написать отказ, что извиниться, сказать, блядь, ну, простите, я не смогу. Вот. И правда, будет ли меня звать еще раз? Просто так получилось, что совпало на одно число на 26 мая. Я, конечно, сначала согласился с хором, а потом мне сказали, что посольство. И прям очень просят. Да и я и сам хочу перед норвежским послом в посольстве выступить. Ну, просто хочется. Вот. Так что вот. А обычно, я вам хочу сказать, да, у хора есть свободное время, причем достаточно много, чтобы отдыхать, конечно. Поэтому, да. Блин, очень обидно, что не поеду, потому что, ну, тут выбирать надо. Бывает. У артистов постоянно перед выбором стоит. Единственное, только потом вдруг не будут звать, то есть, тебя куда-то в связи с этим. Поэтому, поэтому вот так, мои хорошие. Все, всем спасибо за просмотр. Извините, что так мало, что так быстро, оперативно. Но я думаю, что этого достаточно. Просто сейчас как-то вот дома невозможно снимать. Я вам уже объясняла. У меня пыль стоит просто по всей квартире столбом. Шум ужасный. И все это продолжается. Сегодня ходил забирать, когда щетку зубную мне пришла моя. Там сидел, я что-то поздно сообразил, сидел вот этот армянин, который приходил тогда ко мне разбираться по поводу этого шланга, который я ходил, говорил, орал там матом на Ирину Евгеньевну, что у него там все протекает от меня, хотя у меня все сухо. И он больше не приходил, как я вам уже сказала. И я что-то иду так быстро, подъеду, уже подхожу, и Сверху тут сидит. А я что-то, я могу посмотреть, и мне как-то и дальше. И вот уже, когда зайдем по всем, блядь, так это шум сидел. Ну, я уже не стала возвращаться. Просто мне хотелось узнать, сколько они еще этот ремонт будут делать, сколько я уже еще буду дышать этой пылью. Так, Ирина Евгеньевна написала, я просто не спросил, Гнесинки, мой педагог, который в Гнесинке, «Пятницу приходи». Я ей написал, когда можно будет к вам прийти, педагог, «Пятницу приходи». Короче, послезавтра пойду в Гнесинку. Ура! Наконец! Наконец-то! Я так давно не был. Вот. Григоспоем. Он же норвежский писатель, ой, писатель-композитор. И еще одно произведение Блока. Все, ладно, все, я пойду. Вот. Всем пока.